Итак, друзья, я приветствую вас на нашем замечательном канале «Строим дом своими руками» или просто канале самостройщиков. Сегодня у нас третий фильм по теме «Баня в подарок» или «Баня из 90-х» или «Как вам больше нравится». В прошлых двух выпусках мы с вами очистили эту всю красоту, которая была, и выбросили ее нафиг. В следующем ролике мы залили пол и сделали вот эту красивую обивку. И сегодня у нас начинается уже такой переломный момент, потому что мы сейчас убираем эту опалубку. В целях экономии мы установим старый котел, но я его затюню по максимуму, и он просто будет неузнаваем. Конечно, он станет неузнаваем не только в этой серии, он по ходу, потому что не все сегодня я сделаю, но большую часть мы с вами сделаем сегодня. Видоизменим его. Давайте, не буду вас долго томить. Погнали! Итак, друзья, нами было принято решение печку новую не покупать, потому что, в принципе, труба еще живая, и здесь можно почистить, и все будет хорошо. Но я решил, что эту печь я смогу восстановить и сделать ее вполне даже пригодной для дальнейшей жизнедеятельности. Единственное, что я сделаю, это переделаю топку, потому что она не соответствует моим пожеланиям. И именно этим сейчас мы с вами и займемся. В дальнейшем вы ее не узнаете, она будет просто чудесная. Я заказал одну интересную вещь на плазменной резке. Сейчас мы это все увидим. Нам сюда. Так, я заезжаю на территорию, и какой это склад? Это который самый первый капитан. Направо. Эти детали надо сейчас просто собрать. Сложного ничего нет. Перейдем с вами на мое вон то замечательное удобное место, и там мы ее сейчас соберем, а потом приварим это все к этой печуре. Вот таким путем мы и пойдем. Для формирования ровного угла отлично подойдут магнитные струбцины. Они здорово упрощают работу. Также я не пожалел денег на электронную маску «Хамелеон». Очень рекомендую. Ворочай 100-килограммовую печку, то еще удовольствие. Чем не строительный кроссфит? Срезаю дверки топки и все засовы. Будем устанавливать новую современную аккуратную дверь. Но главное, мы удлиним отопительную камеру. Это позволит смонтировать печь поглубже в парную. Я думаю, говорить про средства защиты уже и смысла нет, но все же для новых зрителей повторюсь. Всегда защищайте глаза и уши во время работы с болгаркой. Привариваю длиннитель к печке. Выглядит шикарно. Монтирую фасад и скоро примусь за дверки. Проверено опытом. Лучше наживулить деталь прихватками и уже потом приварить швом. Не знаю, как у вас, но меня восхищает мощь этого котла. Выглядит достойно. А скоро будет еще лучше. Ребята, еще один момент. Давайте, чтобы вам было более-менее как-то интересно, я буду некоторые вещи, ну, как обычно, просто быстро проматывать, а вы будете смотреть в таком движении. Потому что, ну, что, смотри, как я ее разбираю правильно. Ну, это не особо интересно. Поехали. Чаша бани получилась ровной и крепкой. Я уже доволен проделанной работой по плите пола. Осталось ее прогидроизолировать и смонтировать керамогранит. Этим мы будем заниматься в будущих сериях. Демонтирую остатки прошлого и готовлю стены к строительству нового каркаса бани. Друзья, скажу честно, шлак – это полный шлак. Вы видите эту древесную труху? Это последствия неправильной пароизоляции помещения. Мы еще не раз вернемся к этому вопросу с вами. Так, прежде всего, подготавливаем смесь. Сюда я добавлю бетон оправа, как всегда. Добавим его немножко, буквально полстаканчика. Это для того, чтобы сегодня в морозную погоду у нас вся наша, короче, конструкция не потеряла состав. Так, листочек. Все видели, да, что там попался листок? Я его выдерну. И цемента тоже по вкусу. Это будет очень хороший раствор. И поехали. Теперь водички можно добавить. Огнеупорный кирпич – отличный вариант для котла. Он препятствует нагнетанию большой температуры в плиту, а значит, нам не придется волноваться за пирог пола. Раствор для кладки я делал из расчета две части речного песка, одна часть суглинка, одна часть цемента и примерно 0,20 бетона права. Но вода по вкусу. Почему именно такая кладка? А кто его знает? Просто приглянулась. Для перемещения тяжеленного котла на выручку пришли подаренные другом подкаты для снегохода. Гриша, привет тебе! Так, ребятушки, приобрел я раньше тут такие отличные шарниры. Не знаю. Но я думаю, для печки это самое то. Сейчас мы их приварим. Короче, ситуация. 115-я труба. И будет одеваться на нее нержавейка 115-я. Переходников в городе нет. И у меня их сейчас нет. Поэтому я сделал надпилы, сейчас их проварю. То есть пробью молотком, уменьшу и проварю. И оденется отлично. Ну, мне так кажется. Ну-ка. Все. Как родная. Но надо еще чуть-чуть уменьшить. Чуть-чуть. Чтобы уже было в идеалку. Вы видите выражение лица счастливого человека. Чудесненько. Пора защищать печку. Для зачистки берем металлическую щетку. Специальная насадка для болгарки. А вот чудесненько или не чудесненько? Мы же хотим ее с самого низа сделать. Так, ребята. Нам нужно сейчас сделать обязательно открывашку для нашего... Для топки. И я нашел вот две вот такие замечательные штукенции. Это старая рейка от откатных ворот, которая больше не нужна. А это стяжка. И сейчас из них я буду изобретать ну, что-то подобие какой-то закрывашки. Как я себе это представляю. Ну, а вы наблюдайте. Любовь изобретать предметы из г***а и палок зародилась у меня еще в советское время. Когда ничего не было. Не судите строго. Ну, люблю я сложности. Привариваю детали и зачищаю швы от нагара. То ли я тот еще сварщик, то ли медь для печки не вариант. Но в ход пошел дедовский вариант шарнира. Гаражного. По мне так такие шарниры смотрятся серьезней и надежней. Но это лично мое мнение. Ребят, вы слышали такое выражение? Я его слепила из того, что было. Посмотрите на эту замечательную печку, которую я изобрел. Ну, блин, конечно, это... Но это работает. Это работает. Смотрите, можно сделать так. Оп, режим. Режим так. Хоп. И все. И вот так, например. А это будет открываться вот таким образом. Здесь специальная текстолитовая ручка. Кстати, ручка использована от старой печки, чтобы сохранить кондовость самого изобретения. Вот. Не знаю, сейчас меня, конечно, наверное, будете немножко ругать. Это надо еще почистить. Это я все сделаю. Потом покрасим. Будет вообще просто красотуля. Можете ругать, а можете хвалить. Я принимаю любые ваши решения. Все. Сейчас печку ставим на постамент огнеупорный. И у нас, наконец-то, будет тепло в нашей бане. Это просто круто было. Так, все, поехали. Шикардос. Друзья, я предлагаю обмыть все мероприятие. Мы установили печку, и она встала просто замечательно. Ну и, как всегда, надо пошвыркать кофеек и продолжить нашу работу. На позитиве. Только на позитиве. В общем, все усложняется тем, что, как я уже говорил, вот эта труба, она у нас раньше делала кривун, потому что там она попадала в рельсу и уходила в шифер. Сейчас мы что сделали? Поправили печку, отстрелял лазером так, что труба будет возле рельса проходить и аккуратненько в шифер. Прямым потоком, без всяких кривунов. Мне кажется, это круче. Поэтому лазерный уровень это очень полезная штукенция. В тысячный раз говорю. У нас еще кровельные работы начинаются сейчас. Сейчас, видимо, прям бодрит. Не рухнуть бы тут, а? Так. Не улететь бы. Обожаю кровли. Кровли это самое лучшее, что придумал человек. Сделанная еще 17 лет назад кровля из шифера уже потихонечку приходит негодность. Но это уже совсем другая история. А сегодня мы должны как-то высверлить новое отверстие под сэндвич и заделать примыкание. Покупать сюда проходной элемент нет смысла. Шифер лучше не тревожить. Поэтому замажем проверенным дедовским методом, как это и было. Бетонным раствором. Высота небольшая, но страшно за покрытие. Одно неудачное движение и трещина. А трещина это замена. Ну, то есть деньги. Так. Ставим сюда. Друзья, офигенская ноу-хау, которую я еще использовал в своей баньке, когда делал сауну. СПА-капсулу, вы помните, да? Это вот такая нержавеющая сетка. Видео про СПА-капсулу можете посмотреть вон там по ссылке. Ну, или в описании видоса. Чтобы ее одеть на эту печку, я просто взял гвоздь на 70 и кончик его загнул. И получилось 50 мм у нас будет отставание и загиб для того, чтобы эту сетку потом одеть. Крючком я буду делать вверх. Моя задача, я сейчас сделал отметки, задача просто наварить эти гвозди с расстоянием там каждые 20 см. И потом мы туда закинем камни. Эта сетка, конечно, встанет не скоро, ни сегодня, ни завтра. После того, как мы сложим кирпич. Но наварить я сегодня уже могу. И это я сделаю сейчас. Вот такие вот крючочки, друзья. Вот, смотрите. Начинаем их варить. Ну и что? Вот такой ежик у нас получается. Вроде прикольно, смотрите. Затопили печку. Сейчас посмотрим. Ну, во-первых, здесь теплее станет, это уже круто, потому что как бы холод надоел. Хочется уже тепла, тепла и уюта. А во-вторых, проверим, как работает. Но забыли вставить колосник. Сейчас-то все прогорит, колосник поставим. Ну, он просто, он там легко вставляется, не проблема. В следующих видосах, я думаю, что кто из вас обладает художественным образом мышления, тот догадается, насколько красивая и крутая эта печка будет в скором будущем. То есть надо просто взять, соединить, а, сетку вынес, соединить эту сетку с вот этой печкой, это все камнем проложить и в голове вы уже поймете, насколько это будет офигенски. Ну что, следующий ролик уже у нас будет, ребята, теплый и классный. Это мы с вами будем делать каркас бани, вставлять туда утеплитель и все это дело фольгировать. А до этого мы должны еще воду провести, всю эту систему водоснабжения. Поэтому, друзья, между делом, если вдруг кто не подписан, вы подписывайтесь, ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям, которые вдруг когда-либо соберутся делать баню или уже, может быть, ее сейчас планируют делать. Может быть, им пригодится этот видос, я буду очень рад. Ну, а я с вами прощаюсь, до скорых встреч, давайте, пока, пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok